Данный материал содержит элементы рекламы. И планы, надеюсь, на него у всех грандиозные. Не факт, что все родители смогли проверить своих детей. Да. По поводу лета. Наши лица могли бы быть несколько довольнее, если бы впереди три месяца каникул, и мы едем на дачу. К сожалению, это не так. Работаем, работаем. Работаем и потеем. Да. А я бы хотела, честно говоря, летний список литературы. Я бы с удовольствием просто... Хочешь, я тебя подготовлю? Да. Данцово. Нет. Ну, нет, давай, я бы по классике пошла. Просто было бы здорово... Чем тебе, Данцово, не классика? Классика, классика, конечно. Так вот, хотелось бы. Но если вы не знаете, чем себя занять, если вам еще ничего такого не придумалось, то есть для вас несколько ценных советов. Итак, в Кишиневе сегодня, 1 июня, в День защиты детей, планируются многочисленные мероприятия. Во всех районах города пройдут концерты, мастер-классы, выставки и даже спортивные соревнования. В Кишиневе главный концерт пройдет на пешеходной улице Дога в центре города. Также планируется детский фестиваль Дендрайли. В Долине Рос можно будет поиграть в лазертак, побывать на концертах... На улице 31 августа? На улице, да. И в парке Лайзвор, и на многих других мероприятиях. Помимо этого, вход в Кишиневский зоопарк для деток до 16 лет сегодня бесплатный. Дети до 16 лет? Ну что, это уже взрослые лбы. Ну, извините, да. На самом деле, да, иногда на девочек смотришь, которые там на марафете, то ли 15, то ли 25. Вот, вот, вот. Так что, в общем, есть чем себя занять. Развлекайтесь, пожалуйста, и встречайте лето. На самом деле, взрослые-то люди тоже могут вспомнить детство и почувствовать себя детьми. Даже не просто могут, а должны. Сегодня не зазорно ходить со сладкой ватой в руке. Никогда не зазорно. Не важно, 40 или 50 ват. А разве это когда-то было стыдно? Я всегда ходила. Мне, да. Я как-то вот, особенно если она розовая. Заслунь бороду и наслаждайся жизнью. Когда, если не сегодня? Поговорим про сегодняшнюю дату? Поговорим. Да, и понеслась. Доброго утра. 1 июня 1979 года считается днем рождения африканского государства Зимбабве, бывшая Южная Родезия. Зимбабве в последнее время такое нарицательное имя в нашей стране, ну, потому что экономики где-то близко. Мне кажется, даже Зимбабве не дообгоняет. А, я рассказывал, видел очень забавную картинку, когда, значит, малыш идет такой, значит, весь темненький такой, знаешь. Чумазенький. Да, чумазенький, голый, идет по дороге, и все такие, боже, какой малый, как жалко, эти африканские страны голодают. Я вижу идеально ровную дорогу. Ага. Идеально ровного асфальта. Надо же. Вот это контраст. Как зеркало. А у нас не дорогие. И на том спасибо. Ладно. 1 июня 1990 года на экраны вышел фильм Пола Верховна с участием Арнольда Шварценеггера. Вспомнить все. Вспомнили все. Надеюсь, что в конце лета мы вспомним все. И ничего не забудем. Да. Пока мы еще все не вспомнили, потому что впереди еще несколько интересных событий, связанных с сегодняшней датой. Не только дети наслаждаются 1 июня всеми прелестями своего праздника. За родителями всего мира признали законное право на отдых и веселье наравне с детьми. 1 июня отмечается Всемирный день родителей, чтобы подчеркнуть важность семьи, ее ценностей, сплотить и объединить родственников и близких по всей планете. Родители – главные ориентиры детей. Они формируют в значительной степени их мировоззрение, характер, привычки. Они же несут ответственность за воспитание своих отпрысков, чтобы те могли вырасти полноправными и полезными членами общества. Сегодня отмечается и Всемирный день молока. Белоснежное, немного с привкусом свежей травы и едва уловимой ванили свежее молоко в большой кружке – это картина из далекого детства. О том, что оно является стратегическим продуктом, много говорить не приходится, ведь без него невозможно полноценное здоровье и вообще в целом жизнедеятельность человека. Врачи рекомендуют употреблять молоко и кисломолочные продукты с раннего детства и до глубокой старости. Сегодня отмечает день рождения певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева. Дискография певицы включает в себя более 20 студийных альбомов, которые изданы совместно с ансамблем «Золотое кольцо», а также концертные записи и сборники. Надежда Кадышева – исполнительница многих хитов, таких как «Снег летит и летит», «Я не колдунья», «Уходи, горе», «Зачем это лето», «Ах, судьба моя судьба», «Широка река» и других. Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» выступали во многих странах мира с аншлагами в США, Японии, Бельгии, Германии, Латинской Америке. Нелюбимые с нелюбимыми. Сахарная вата, которую мы уже столь трепетно обсуждали в начале программы, это действительно такой способ всегда вернуться легко к детству, вспомнить позабытый этот приторгный вкус. Воздушные яркие, сладкие, как медоблака, для многих ассоциируются со всевозможными уличными фестивалями, праздниками, ярмарками, спортивными мероприятиями и цирковыми представлениями. Да, особенно когда ты стоишь рядом со львом с этой сахарной ватой и боишься пошевелиться, потому что непонятно, что, собственно, выберет лев – тебя или сахарную вату. Чтобы не налепить никакой шерсти львиной на нее. В общем, рассказываем историю этого многими любимого лакомства. История сладкой ваты насчитывает более 600 лет. Впервые это лакомство появилось в Италии. В то время сладкая вата считалась очень дорогой. Сахар был в цене, да и технология была непростой. Вату изготавливали в специальных пекарнях, расположенных вдоль мощенных булыжниками улиц. Сначала в глубоких кастрюлях варили сахарный сироп, а затем на двузубые вилки наматывали тонкие сахарные нити, формируя из них декоративные воздушные шарики. Готовую сладкую вату, которая считалась полноценным десертом, подавали на блюде вместе с фруктами. Столетия спустя молодой американский стоматолог решил, что возможность наслаждаться сладкой ватой должны иметь не только высокопоставленные чиновники и их семьи, но и обычные люди. Джеймс Моррисон вместе со своим другом Джоном изобрел электрическую машину для изготовления сахарной ваты. Принцип работы этого устройства был очень простым. Расплавленный сахар, находящийся во вращающейся емкости, благодаря центробежной силе просачивался наружу сквозь мелкие отверстия, расположенные по краям упомянутой емкости. Подхваченные воздушным потоком, сахарные нити мгновенно кристаллизовались и наматывались на деревянную палочку. Сегодня сладкую вату продают на любом празднике. Это стало доступным десертом практически для любой семьи. Аппараты устанавливают везде – в парках аттракционов, цирках и зоопарках. Благодаря новым технологиям, красителям, сладкую вату можно сделать какую угодно и какого душа пожелает цвета. Интересно, что названия сахарной ваты различны в разных языках и полностью характеризуют внешний вид и происхождение. В Америке ее называют хлопковая сладость, в Англии – волшебная шелковая нить, в Германии – сахарная шерсть, в Италии – сахарная пряжа, во Франции – борода дедушки, а в Израиле, Индии и Греции – волосы старушки. Многие считают, что сладкая вата – очень вредное лакомство, но на самом деле это всего две чайные ложки сахара, которые многие из нас съедают в виде других десертов ежедневно. Так что не бойтесь побаловать себя на праздники этим лакомством, которое содержит всего 30 калорий. Ну и снова женские хитрости в нашей программе. Оказывается, кожа лица, она несколько неоднородна, вы знаете ли. Да, комбинированная. Вот так вот берешь палец, просто палец, красивый, кстати. Да, проводишь по лбу, сухой, проводишь по щеке – жирная. Бывает. Под глазами проводишь – вообще непонятная. Это комбинированная кожа называется. И, кстати, ухаживать за ней именно поэтому надо тоже комбинированно. Существует такой даже метод, называется мультимаскинг. Мультимаскинг – это решение проблемы. Благодаря сочетанию масок лоб, нос, щеки и веки получат именно тот уход, в котором конкретно они нуждаются. Да, а благодаря еще такому методу ваш муж получит несколько очень забавных фотографий. Тренд мультимаскинг пришел к нам с запада. Суть процедуры – ухаживать за разными зонами лица в одно и то же время. Главное преимущество мультимасок – они решают проблемы прицельно, так как позволяют ориентироваться на конкретные области с определенными косметическими дефектами. Экономия времени, никаких ограничений и противопоказаний. Зная свою кожу, выбирайте нужное средство и вперед в ванную комнату. Итак, как же скомпонировать и наносить мультимаску? Т-зона или нос. Даже при сухой коже в этой области нередко появляются надоедливые и белые угри и воспаления. Поэтому, комбинируя мультимаску, используйте в этом участке сорбирующие и севорегулирующие продукты. Скулы. Наиболее высокие точки вашего лица получают максимальный урон от ультрафиолета, в большую очередь грозят такие признаки старения, как сухость, гиперпигментация, шелушение. Советуем для этой зоны использовать маски с коллагеном, витамином С и гиалуроновой кислотой. Продукты для остальных следует выбирать, исходя из особенностей кожи лица. Рекомендуем также в процессе наносить патчи под глаза и при необходимости обогащать маски различными сыворотками, маслами и эликсирами. Для лучшего результата повторяйте процедуру дважды в неделю. Что будет в моде этим летом, а? Смотря в каком направлении. Я вот думаю, что во времена пандемии в моде были различные варианты масок. И такая, и такая. И даже помню, что когда была неделя моды, выходили в таких вариациях. Что будет этим летом в моде, я ума не приложу, и даже думать не хочется. Да, в общем, благо есть некоторые вариации и наметок, поэтому что закупать в рамках летнего шопинга, да? Об этом далее расскажем. Пожалуй, самый модный ретро-горох в духе фильмов 50-х. В сочетании с красным цветом это прямое попадание. Такое платье-футляр не оставит равнодушной ни одну девушку. А чтобы не быть похожей на героиню открыток в стиле пина, по образу можно разбавить современными аксессуарами и приемами макияжа. Новая фишка в этом году – это накладывать румяна так, как будто ты немножко обгорел на солнышке. То есть на всю щелку. На всю щелку, да. Горох – это принт, создающий настроение. В таком платье можно пойти в парк с друзьями, съесть мороженое. Тем более, что дизайнеры сегодня стремятся создавать женственные образы тоже удобными, подходящими даже тем девушкам, которые обычно ходят в спортивных штанах и толстовках. Галина всегда считала, что с платьями она не подружится. Для такой современной девушки, которая может быть активна целый день в движении, давай посмотрим все-таки что-то такое романтичное в горох, что понравится тебе и в чем ты будешь чувствовать себя комфортно. Масштабность узора лучше убирать индивидуально. Осторожно, крупный принт визуально увеличивает размеры, мелкий, наоборот, стройнит. Сегодня горошины на одном платье вообще могут быть разного размера. Может быть горошек, который не прям полностью заполняет платье, а может выглядеть как такие некие абстрактно расположенные кляксы. Это уже горошек, адаптированный под современность, особенно в сочетании с яркими цветами, например, с не сдающим позицией оттенком Верри Перри. Такой романтичный образ. Как тебе вообще самой? Да, он очень легкий, воздушный, нежный, совсем не в моем стиле. Для меня это что-то новое. Как раз это романтичный образ, в котором мы добавили немножко нотку гранжа и бунтарства за счет кожаной косухи, куртки с надписями. Для тех, кто все-таки больше про брюки, чем про платье, нужно обязательно купить пару яркого оттенка на пельсин или фуксе. Идеальной парой розовым брюком будет белый корсет. Согласитесь, это выглядит очень элегантно и подходит любую девушку. И силуэт выравнивается, любая девушка будет выглядеть визуально выше, стройнее и более красиво. А яркие брюки – это вообще писк, тренд, и он действительно удлиняет визуальное силуэт. Именно яркий цвет? Именно яркий цвет за счет того, что он сглаживает различные неровности фигуры. Еще одна покупка мастхэв на летний сезон – лениная рубашка. Вообще, лен будет править балом во всех проявлениях. Можно брать любые вещи из этого материала, от брюк до топов. Лен приобрел новое прочтение. В принципе, лен – это очень удобный материал, который пропускает воздух, который очень удобно носить летом, в нем не жарко. Я слышала, что лен обязательно должен быть помятым, что ее вообще нельзя гладить, что это такая ткань, которая не должна быть важной. Опять же, граница мятости, мы все понимаем, да, чтобы это выглядело как будто слегка помятым, но это добавляет даже изюминку образу. Еще одно подтверждение тому, что удобство и комфорт перестало спорить с модой и красотой – трикотажные шорты. Трикотаж на пике популярности уже не первый сезон, но мини-шорты за пределами дома – это что-то новенькое. А, ну, правда, так где ходить этим летом? Такие сочетания будут модные, а ходить или нет – это уже выбор каждого. А дополнять их можно, наоборот, не короткими топиками, а, например, как раз с косухой, как у нас здесь, с красивой… Бахромой. Летний образ будет неполным без аксессуаров. Универсальной сумкой на лето будет холщовый тоут или соломенная корзинка. Выбирая модель из любого материала, лучше остановиться на геометричных формах. Кстати, хорошие новости – микросумки, в которых ничего не помещалось, наконец вышли из моды. На смену пришло новое массовое помешательство – на солнцезащитных очках в белой оправе. Белые очки просто повсеместно почему-то. Белые очки – это привет из нулевых. Можно добавлять, например, цветные линзы в очки. Это также будет трендово для самых смелых. Также большие массивные украшения, например, серьги. Серьги-люстры, да? Серьги-люстры, сверкающие, либо, наоборот, какие-то объемные текстильные с кисточками. Гротеск – неон блеск с одной стороны, комфорт, расслабленность и свобода с другой. Лето на подиумах и на улицах обещает быть максимально интересным и ярким. Нужно только выбрать то, что соответствует настроению. Данный материал содержит элементы рекламы. Мы не так давно уже говорили про эту писательницу. Таис на самом деле фанатеет. У нее есть автограф от нее, у нее есть книга от нее. Одна. Которую она прочитала и больше решила этого не делать. Но, тем не менее, на самом деле огромное количество, армия поклонников. Очень любят произведения. Или как-то по-другому назовем. Не, просто произведения. Это Евгений Онегин, например. Вот это произведение. У нее достаточно поклонников было во все времена. Потому что слог действительно легкий, детективные истории такие, замысловатые. А при этом чувство юмора тоже было весьма на уровне. Ой, ну посмотри, прям как про меня. Слог легкий и чувство юмора на уровне. Да нет, я продарю Донцову. Все мы ее знаем. И хотя бы раз хоть кто-то из нас во время того пикового бума ее читал. Да, даже я каюсь. Нет, нет, да, да. А ее, кстати, пути к славе. Тоже можно написать отдельную книгу. Это прямо самая настоящая история. А главное, что она, в принципе-то, абсолютно правильно простая. То есть дочь литератора стала писателем. Логично же. Браво! Браво! Секунду, секунду, секунду. Секунду. Один момент. Здравствуйте. Это вам, королеви детектива. Спасибо. Спасибо. В экранизации знаменитого цикла книг про любительницу частного сыска Дашу Васильеву она играет саму себя, королеву российского детектива. А ведь и ее собственная жизнь полна загадок. Взять хотя бы то, что еще 23 года назад никакой Дарьи Донцовой вообще не существовало. Эта история берет свое начало в столичном роддоме имени Надежды Крупской. 27 июня 52 года на свет появилась голубоглазая девчушка. Дочка хорошо известного в литературных кругах прозаика Аркадия Васильева, которую в честь бабушки назвали Агриппиной. Баба практически никогда не была дома, а мама была главной режиссером москонцерта, поэтому либо мама была на концертах, либо мама была на гастролях. Я жила вместе с бабушкой, я жила с Розой Леопольдовной, была у меня няня такая. Она была немка, и она вбила в меня немецкое воспитание. Не сказать, что Грушенька, так ласково называли девочку домочадцы, ходила по струнке. Как и все соседские ребятишки, она разъезжала на велосипеде по коридорам коммуналки, залезала в чужой сад за яблоками и тайком от бабушки покупала эскимо. Но два основных правила Розы Леопольдовны – не опаздывать и не перечить родителям – усвоила твердо. Потому и слова не сказала, когда мама отвела ее в музыкальную школу. Вышел директор музыкальной школы потом, введя меня за руку, и сказал, «Тамара, прости, я такого ребенка еще никогда не видел». Мама обрадовалась, решила, что все хорошо, директор ей сказал, все мимо. На этом карьера певицы была перечеркнута. Этот факт ничуть ее не огорчил. Груня в консерваторию ходила только ради газировки и буфетных бутербродов с копченой колбасой. Но даже их она, не раздумывая, обменяла бы на книги. И удивляться тут нечем, зная, сколько именитых писателей жили по соседству с дачей Васильевых в Переделкине. Андрей Вознесенский, Валентин Катаев. Для нее просто дядя Андрюша и дядя Валя. Последний за школьницу даже сочинение писал. Я открываю тему очередную. О чем думал Валентин Катаев, когда писал свою книгу «Белеет парус одинокий». Я к нему в кабинет говорю, дядя Валю, о чем вы думали, когда писали «Белеет парус одинокий». Я мне так смотрю, я говорю, откуда я знаю, о чем я думала. И он мне написал, значит, это сам только перепиши, пожалуйста, своей рукой. Давай учительницу. А я поставила три. И написала. Валентин Катаев думал не об этом. О школьных сочинениях с тех пор она думала сама. Эта тройка больно ударила по достоинству 15-летней девочки, которая к своим годам прочитала все собрания сочинения. Золя, Бальзака, Мопасана, Куприна, Чехова. Только такие книги были в домашней библиотеке. Лишь классиков мама считала достойными чтения. Моя мама, она считала жанр детектива крайне низким. У меня в руки не попадало ничего. Ни вот не Конан Дойл, вообще ничего. Если кто-то дарил из писателя папе детективного жанра книжку, мама аккуратненько так вырывала этот первый листок с автографом, и книжка отправлялась в мусоропровод. Запретный Конан Дойл попал в руки будущей королеви детектива совершенно случайно. В Германии, в доме издателя, с которым работал отец. Его домашняя коллекция литературы совершенно отличалась от той, что пропускала мамина цензура. Чейз, Фрэнсис, Таут, мир маленькой груни перевернулся. Расстаться с новыми друзьями она была уже не в силах. Можно лишь догадываться, какой ужас испытала мама, увидев на пороге ящик ненавистных детективов на немецком. Но находчивая дочурка заверила, мол, книги помогут усовершенствовать знание языка. Соглашаясь, мама и представить не могла, что ее умница дочка, уже будучи выпускницей факультета журналистики МГУ, напишет свой первый детективный роман. С первой книжкой я пришла в журнал «Юность» к зав. отделу прозы Мэри Лазаревой. Она ее прочитала и сказала мне, детка, фразу эту забыть не могу, бабы-детективы не пишут. И как-то решила, что, наверное, это не мое. Вы знаете, я не очень большой боец. Переубедить ее в этом было под силу лишь самой судьбе. О том, что такое настоящая борьба, Агриппина узнала спустя 15 лет, когда услышала страшный диагноз. Испытание, что разделила жизнь на до и после. Ведь именно тогда в больничной палате она начала все с чистого листа. Во всех смыслах. Я как лежала посередине, а у меня здесь один дедушка, как мне показалось, а здесь другой дедушка. И дедушки через меня переговаривались. Они мне довели почти до обморка. Пришел мой врач и передал мне такую книжку, «12 подвигов Геракова детскую», пачку бумаги, ручку простую шариковую, и сказал, вам это передал муж. А муж сказал, вы всегда хотели писать, пишите. Та ночь выдалась бессонной. И Донцова помнит ее в деталях. Ручка едва поспевала за мыслями. История частного детектива Даши Васильевой была написана за два дня. И сразу нашла своего читателя. Медсестра мне стучит в окно. Я смотрю, она слезы вытирает. Я так перепугалась. Говорю, а что у тебя случилось? Она говорит, нет, мне просто безумно смешно. Я очень хорошо поняла, что очевидно, меня на этой зиме тут вот здесь пока оставили, для того, чтобы я каким-то образом приносила людям радость. А как я могу это сделать? Я могу это сделать только с помощью моих книг. Я вышла из больницы с пятью готовыми рукописями. А спустя несколько месяцев позвонили из издательства. Рукописи приняли все до единой. Правда, с одним условием. Нужно взять псевдоним. Фамилию мужа решили оставить, а вот имя сменить. Но далеко ходить не пришлось. Его Донцова сама же и придумала. В своей первой книге. Так в 99-м году, спустя почти 47 лет, после рождения Агриппины Васильевой родилась она, Дарья Донцова. Сегодня это имя знает вся страна. За 20 лет тираж ее книг перевалил за отметку 200 миллионов экземпляров. А скоро на полках магазинов появится еще один роман «Бегемот под маинезом». Очередная таблетка от депрессии. Так называют ироничные истории Донцовой читатели. Ведь она сумела доказать, что слова могут не только ранить, но и лечить. А самое главное, бабы-детективы еще как пишут. Такие оладушки вы точно не пробовали. Оладьи а-ля хачапури. Нежное, пышное творожное тесто, тягучая сырная начинка с пикантной ноткой зелени и чеснока вас покорят. Честно говоря, такие рецепты вызывают у меня некоторые недоумения. Ну, потому что точно так же можно сказать оладьи а-ля пельмени. Запихнуть внутрь мясо, понимаешь, с лучком. Очень хорошо. Или оладьи а-ля чебуреки. Точно так же. Запихиваем соусом вместе, чтобы было сочно и вкусно. Это должно быть вкусно, на самом деле. Оладьи а-ля манты. Закрутили, значит, все это сварили, и вот вам, пожалуйста, готово. Простой вариант, чтобы не мучиться с приготовлением пельменей, хачапури и всего прочего. Я тебе могу еще вариантов накидать. Оладьи а-ля вареники? Так. Оладьи а-ля равиоли? Остановись. Если мы поговорим про оладьи а-ля хачапури, говорят, что они питательные, сытные, вкусные и ароматные. И что самое важное, готовятся очень просто, не намного сложнее обычных оладушков. И сметана, кстати, с ними, точнее, очень хорошо сочетается. Мед, если хочется, тоже можно. В общем, я так понимаю, итальянцы сейчас почившие, нет, нет, сейчас в гробу переворачиваются. Ну, ладно, ладно тебе. Причем тут итальянцы? Кто придумал эти рецепты? Вот увидишь, это должно быть очень вкусно. Оладьи хачапури будем готовить из следующих продуктов. Творог, кефир, мука, яйца, соль, сода, сыр, сметана, чеснок и укроп. Сначала приготовим начинку. Измельчаем пучок укропа. 120 граммов сыра трем на мелкой терке. Выдавливаем два зубчика чеснока через пресс. Насыпаем укроп. Добавляем 2-3 столовые ложки сметаны. Все перемешиваем. Должна получиться сырная масса, которая хорошо держит форму и не рассыпается. Из этой массы формируем маленькие лепешки. Готовим тесто. В миску насыпаем 200 граммов творога любой жирности. Разбиваем 2 яйца и насыпаем пол чайной ложки соли. Измельчаем погружным блендером до однородности. Теперь наливаем 150 миллилитров теплого кефира. Перемешиваем. Насыпаем половину от всей муки и пол чайной ложки соды. Перемешиваем. Насыпаем оставшуюся муку и снова перемешиваем. Всего для теста нам понадобилось 150 граммов муки. Вы же смотрите по густоте теста. Оно должно медленно стекать с ложки и не сильно растекаться. На раскаленную сковороду наливаем растительное масло, чтобы оно покрыло дно. И кладем по одной столовой ложке теста. Оладьи формируем далеко друг от друга, так как они увеличиваются в размере. Сразу же на каждую лепешку, немного вдавливая, кладем подготовленные сырные кружочки. Сверху наливаем еще немного теста, чтобы закрыть начинку. Жарим оладьи на огне чуть меньше среднего. Когда оладьи с одной стороны подрумянились, переворачиваем их на другую. Снимаем нам бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Из этого количества ингредиентов у нас получилось 17 оладей. Все очень вкусно и аппетитно. В интернете очень популярны видео о садоводстве. И смотрят их даже те, у кого в наличии этого сада нет и даже в перспективе не планируется. Ведь, чтобы выращивать растения, нужно только желание и только визуализация. На самом деле, даже если у вас нет дачного приусадебного участка, то, во-первых, в некоторых городах есть тренд целый. Люди, которые целыми днями работают в офисах, разбивают на крышах маленькие сады. Красота. Больше того, что там можно арендовать какую-то емкость и в ней спокойно выращивать. Вот это я понимаю. И даже в твое отсутствие, нет-нет, за ней будут ухаживать. Здорово. А помимо этого, банальную грядку можно разбить даже на подоконнике. Действительно, несколько минут в день потраченные где и когда угодно принесут свои плоды. В прямом смысле слова, в всем мире набирает популярность так называемое мобильное садоводство. Люди выращивают растения не то, что на клочке земли, а в посуде. Вот, например, любопытный рецепт. Все, что потребуется – пара стаканов, семена огурцов и немного земли. Земля должна быть очень питательная, при этом воздушная. Так, корни будут дышать. Те, кто считает, что вырастить что-либо можно только на пресловутых шестисотках, сильно ошибаются. Конечно, настоящие грядки-то хорошо, но если нет, можно не отчаиваться. Хватит и самого обычного подоконника. Такой мини-сад съедобной зелени сегодня на пике популярности в интернете. Петрушка и укроп сначала украсят любое жилище, а потом станут полезным ингредиентом. Главное – соблюсти некоторые нехитрые правила. Нам потребуется горшок, а не вот такая плошка низкая. Так как я буду выращивать укроп, с такой плошкой будет себя некомфортно чувствовать. Впрочем, мини-огород – это, конечно, хорошо, но некоторым простор подавай. Не волнуйтесь, речь все так же не о банальной даче. Ведь если душа рвется сажать, то подойдет любой клочок земли. Например, с разрешения соседей можно использовать палисадник у многоэтажного дома. Кто-то выращивает тут цветы, а еще капусту и даже помидоры. Еще один необычный вариант – крыша. Между прочим, очень удобно. Тут тебе и солнышко, и простор. Главное – не забывать вовремя поливать свой урожай. Вот это вот китайский огород на крыше. Не очень большой, но смотрите, сколько тут всего растет. Да что там дом? Вот этот мужчина под свои сельскохозяйственные нужды и вовсе приспособил крышу обычного гаража. Вот здесь тоже были тыквы, висели. В общем, садоводство – это настоящее поле для экспериментов. Неважно, где и что именно вы решили вырастить, главное – делать это с любовью и фантазией. И тогда результат обязательно порадует вас и всех окружающих. Данный материал содержит элементы рекламы. Самое время поговорить про еду. А у тебя нет вообще ощущения, что как-то слишком часто мы в рамках нашей программы говорим про еду? Да нет, я думала, ты спросишь, нет ли у меня еды вообще. А чего не будет вкусненько? Да, это было бы мне привычно. Я в гримерке и без твоей помощи нашел. Нашел? Что нашел? Конфетки жевательные, вкусненькие, вы знаете, с утра. Ой, это была не я, к большому сожалению. Но зато я могу быть вам полезна тем, что расскажу и покажу. Ладно, не я, но познакомлюсь с тем, кто вам все с подробностями расскажет. Все самые прекрасные и вкусные рецепты. А и кто же это? Ну, ты же знаешь. Ну, ты же сказал, что ты познакомишь, а так получается, я... Бренд «Антасадор», наших партнеров, сети магазинов «Максимум». Кто? Ну, Думитру Бойку, конечно. Давайте посмотрим. Всем доброе утро, я Думитру Бойку. Как всегда, в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми интересными кулинарными рецептами или идеями к вашему завтраку, да и не только. На повестке этой недели клубника, которая вот-вот вошла уже, но пока еще вошла так очень дорого. Ну, надеемся на то, что еще буквально через пару недель она войдет уже достаточно по адекватной цене. Мы с вами будем наслаждаться всей клубникой. Прежде всего, я хочу напомнить вам о том, что у нас в сети магазинов «Максимум» есть очень классные вакууматоры, домашние вакууматоры, которые позволяют вам замораживать клубнику впрок. Ну, то есть просто заморозить ее в достаточном количестве сезонную, потом кинуть в морозилку, а потом использовать, как вы хотите. Достаточно классная штука. Вот. Ну, а сегодня я хочу вам сказать, напомнить всем о том, что классический десерт «Клубника с мороженым» — это вообще десерт, который мы все очень сильно любим и в который вмешиваться. Ну, такая себе история. Но сегодня я хочу чуть-чуть расширить это понимание для того, чтобы показать вам интересную версию, ну, не интересную, во всем мире это уже происходит, но вдруг для вас это будет интересно, интересную версию десерта с клубникой, с мороженым, а именно круассан с мороженым и клубникой. Дело в том, что на самом деле для многих из нас мороженое как продукт является монопродуктом. То есть мы привыкли есть мороженое только вот как бы стакан, ложка и все, это все, что нам нужно. Но на самом деле во всем мире, в том числе и в европейских странах и вообще где только угодно, мороженое с чем только не подают. Его и жарят во фритюре, и так, и сяк, и прочее, и прочее. В общем-то, собственно говоря, сегодня я хочу вам показать круассан с мороженым и клубникой. Давайте начнем готовить. Итак, для начала нужно взять круассаны. Вы можете взять пустые, замороженные круассаны сейчас продаются, можете сделать сами из того теста, из которого я обычно готовлю галеты или что-то в таком ключе, тарталетки. Взять круассан, испечь его в духовом шкафу и вуаля, готово. Круассаны бывают нескольких видов. Бывают пустые, вы знаете, без ничего, бывают с начинками. Там есть карамельная, есть сливочная, у меня, например, шоколадная. Небольшой мини-круассан, не хочу брать сильно большой, потому что мне кажется, что такой круассан намного комфортней, с ним намного комфортней работать. Сегодня я хочу сказать о том, что как важно на кухне сделать один небольшой акцент, прежде чем мы начнем готовить, как важно на кухне иметь классные ножи. Это действительно так, потому что когда вы каждый день носите обувь, допустим, вам важно, чтобы обувь была комфортная. Или вы каждый день, там не знаю, носите удобную одежду, вам важно, чтобы одежда была комфортной. Вот то же самое, ребята, и на кухне. Вы каждый день практически готовите. Очень важно иметь комфортные ножи для того, чтобы готовить. У нас в Максимуме есть куча классных ножей, в том числе вот такой у меня набор тоже есть. Он, кстати, это не просто набор, это набор знаменитого шефа Ого-го, самого, ну не будем называть имен, все и так его прекрасно знают. Но тем не менее, что вообще, почему набор ножей так важен, вот как бы к чему это все? Дело в том, что каждый продукт режется по-особенному. И если, например, мы уже более-менее начинаем понимать, что нож для сыра должен быть отдельный, то как бы все остальные ножи у нас достаточно универсальны. Но это не совсем так. На чем я хочу заострить ваше внимание, это на ноже с сиротойной заточкой, так называемый нож-пила. Это нож для хлеба или нож в том числе и для круассана. И почему он важен вот как бы в контексте, в этом контексте? Потому что он удобно разрезает этот продукт. Он его не рвет, не крошит и так далее. Это очень важный момент. Есть большие классные ножи от шефа. Есть ножи комфортные для того, чтобы, например, ну вот, например, когда вы разделываете мясо в филе куриное или там рыбу, допустим, вам не очень удобно работать большим ножом. Для этого есть вот такой вот маленький разделочный нож. Тоже очень удобный. Есть нож с антоку, которым прекрасно шинковать лук или овощи. В общем, на самом деле, я хочу вам сказать о том, что классные ножи, которые не только там хорошо режут, но и которые эргономично ложатся в вашу руку, которыми комфортно работать. Это очень важный инструмент на вашей кухне. Я просто хочу вам об этом напомнить, чтобы вы об этом не забывали. Что есть вещи, на которых не стоит экономить. Достаточно купить один раз хороший набор ножей и будете радоваться и кайфовать от процесса готовки. Тем более, когда речь сейчас пойдет про помидоры, огурчики, салатики и клубнику. Итак, погнали. Прежде чем я разрежу круассан, давайте мы с вами нарежем небольшое количество клубники. Вот, например, чтобы разрезать клубнику. Какой нож взять? Вот такой, конечно, он супер удобно с ним работать. Возьму три штучки, потому что сделаю одну клубнику, помою. Кстати, я хотел вам сказать, что мойте, ну, вы знаете об этом, наверное, мойте клубнику всегда перед самой подачей. Ну, то есть, как бы, когда вы подаете или собираетесь готовить, вот тогда клубнику мойте, потому что она от влаги может быстро испортиться достаточно. Поэтому перед тем, как вы начнете готовить, вот тогда ее мойте. А так ее можно хранить в холодильнике и в таком виде. Итак, возьму три клубнички, нарежу их, я называю вот такую нарезку, сейчас вам покажут, наверное, крупно, в кадре крупно покажут. Я называю такую нарезку пики. Она мне очень нравится в плане клубники, потому что у нас привыкли в наших заведениях или где-то там резать клубнику вот так вдоль, знаете, ну, там, вот как это было давным-давно. Ну, так, чтобы красиво разложить ее веером. Но вот я люблю нарезку клубники вот такие вот пики. Они мне очень нравятся. Кажется, что я считаю, что они очень классно смотрятся и в блюде, и в салате, и вообще. Поэтому давайте мы с вами зафиксируем. В следующий раз, когда я буду говорить, нарежьте что-либо пиками, вы поймете, что я имею в виду. Вот, есть. Теперь я беру вот этот вот нож, про который я вам говорил, с специальной сиротойной заточкой. Разрезаю круассан. Видите, как он быстро его режет, нарезает? Он у меня с шоколадом круассан. И не сильно крошится. Давайте вот ради, ради, ради прикола. Давайте порежем другим ножом. Чтоб вы просто понимали, что я тут, ну, не свищу. Видите? Ну, то есть, понимаете, в чем разница? Итак, у нас с вами есть... А, пломбир же. У нас же есть, должен быть пломбир. У нас с вами есть круассанчик. И мы этому очень рады. Давайте его вот так вот выложим на тарелочку. Давайте вот этот возьмем. Шикарно. В круассанчик давайте мы с вами положим небольшой шарик мороженка. Сюда же с вами положим нарезанную клубнику. И вы можете взять самый любой, скажем так, фруктовый соус, который у вас есть. Либо шоколадный, он тоже сейчас есть. Либо какой-нибудь ягодный. Либо карамельный, который тоже очень классно звучит. Есть клубника. У меня есть соус манго. Или вы можете взять любой обычный классный апельсиновый конфитюр. Тоже классно. И, собственно говоря, шлифануть всю эту историю ягодным соусом. Поверьте мне, ребят, десерт на базе мороженого и клубника свежая это то, к чему мне хотелось бы, чтобы вы прислушались. Потому что вместо круассана, кроме круассана, можно использовать много разных штучек. Такие, как профитроли, допустим. Или просто какую-то интересную выпечку. Но вообще, мне очень сильно хочется, чтобы вы чуть-чуть расширяли свои кулинарные горизонты и обратили внимание на то, что клубника, мороженое и какой-то еще один ингредиент могут сделать ваше утро не только классным, но и вообще веселым и радостным. Ну, а я напоминаю вам о том, чтобы вы не забывали следить за нами в наших официальных социальных сетях максимум.мд на платформе Facebook, Instagram и TikTok. Я желаю вам приятного аппетита. Готовьте мороженое с круассанами и клубникой. А мы с вами увидимся в следующих клубничных выпусках. Зовут меня Думитру Бойку. Счастливо. Пока. Дима Спиваков может рассказывать об Албании часами, потому что красивая страна, о которой он так много знает. Подожди, я там на самом деле ни разу-то и не был. Нет, я дважды был в Черногории. Черногория граничит с Албанией. А Албанию видал? Я через... Нет, ехали через Сербию. Нет, до Албании так и не добрались. Ну, значит, где-нибудь там в подзорную трубу. За горизонтом. Да, да, да. По рассказам местных. По рассказам местных они рассказывали, что там, допустим, ту же рыбу они покупают в Албании, там дешевле. Вот, да. Например, я планировал поездку в Албанию. Пока еще не приехал. Сказали, Дима, хочешь остаться без машины, пожалуйста? Да нет. Я подумал, нет. Там красиво на самом деле. Сейчас и спокойно. Да. Раньше были истории о том, что там мафиози и вот это вот все. Нет, уже нет. Сейчас это действительно уже достаточно туристическая страна. И, кстати, все о ней. С подробностями наши коллеги вам расскажут и покажут. Степерея. Так эту страну называют на местном языке. В переводе на русский значит страна орлов. В этом символе сошлось все, что присуще этому народу. И гордость за свою землю, и отвага, и крепкая орлиная хватка, с которой он готов отстаивать все свое. Доброе утро. Сегодня я в Албании. Албания – самая загадочная страна Европы. В ней причудливо соединились менталитет Запада и традиционный уклад Востока. Здесь вы найдете древнеримские развалины, памятники времен Османской империи и отчетливые напоминания о недавнем коммунистическом прошлом. И несмотря на то, что страна стремительно развивается, она совершенно точно сохраняет свой неповторимый шарм. В Албании выражение «мой дом, моя крепость» обрастает каким-то особым смыслом. Отчасти потому, что из самых настоящих крепостей в стране – десятки. Например, вот это в городке Круе связано с именем Скандербега, национального героя Албании. Он первым поднял албанцев на восстание против османского господства. Он же водрузил над этим замком красное полотнище с черным орлом. Сегодня официальный флаг страны. Конечно, даже самая неприступная крепость может не выдержать натиска врага, как, например, и вот это в Берате. Но, возможно, именно так веками и закалялись характер албанцев, и их особая страсть – оберегать страну во что бы то ни стало. За привилегию считаться родоначальниками этого ремесла албанцы никогда не боролись. Его традиции пришли сюда из Османской империи и из Персии. Но то, что это стало неотъемлемой частью местной жизни – однозначно. Албанский дом без хорошего рукотворного ковра – не дом. Добро пожаловать! Здравствуйте! Здравствуйте! Какой у вас красивый магазин, какое количество ковров! Большое спасибо. Все, что вы перед собой видите – ручная работа. Это традиционные ковры Албании. Этот магазинчик достался мне по наследству от родителей. Моя семья испокон веков занимается изготовлением ковров. И это ремесло передается из поколения в поколение. Вот этот ковер размером один квадратный метр. Чтобы изготовить такой ковер, нужно работать семь дней по восемь часов. Ого! И все ковры, которые здесь находятся, сделаны вручную? Абсолютно все – ручная работа. А сколько лет они служат? Такие ковры прослужат очень долго. Думаю, лет 200 с ними точно ничего не случится. Ого! То есть они, эти ковры, ручная работа, они вообще передаются, наверное, по наследству. Да, из поколения в поколение. Как реликвии. Ковроткачество в Албании – исключительно женское ремесло. Но разве такие мелочи меня когда-нибудь останавливали? Долой гендерные стереотипы! Мужчины вообще не ткут ковры, да, в Албании? Не ткут. Мне кажется, я буду первым мужчиной, который делает ковер таким образом в Албании. Да. Мне нравится. Отлично. У меня получается нормально? Да. Очень хорошо. Сейчас. Вау! Красиво как! Я только хотел спросить, как получаются вот эти узоры? Очень хорошо, молодец! Не будете потом переделывать это? Нет-нет, все идет точно так же, как и всегда. Ой, талантливый человек, талантлив во всем. Вообще, этот старый базар – лучшее место, чтобы увидеть разом все, что так ценно для албанцев и их культуры. Кажется, мне туда. Потрясающе! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Женя. Меня зовут Башкин. Как хорошо вы говорите по-русски, Башкин. Немножко. Очень приятно. Очень приятно познакомиться. И я прям наслаждался сейчас тем, как вы играете. Что за инструмент? Расскажите, пожалуйста. Это традиционный албанский инструмент. Называется чифтэлия. Особенно он распространен в нашем городе Круе. А конкретно этот инструмент я унаследовал от отца и деда. Чифтэлия – какое необычное название. Что оно означает? Чифтэлия означает «два голоса». Чиф-два. Тэлия – голос. Все потому, что у этого инструмента всего две струны. Я вижу здесь три струны. Эта третья струна не играет. Играют только на двух. Эта струна как бы здесь запасная. На чифтэлии играют в основном в Средней и Северной Албании. В Южной Албании практически не играют на этом инструменте. Кстати, я научился играть на чифтэлии с возраста пяти лет. В этой, казалось бы, веселой песне поется о девушке, которая шьет наряды к своей свадьбе. Она кроит албанского двуглавого орла, а ей предрекают – ты шьешь этого орла на погибель своего жениха. Мне кажется, тут и кроется самый главный секрет Албании – неожиданное соединение совершенно противоположных эмоций. Браво! Есть в этих местах такая пословица – «Лучше пусть исчезнет село, чем его традиции». Представляете, традиции для албанца ценнее самой жизни. Некоторые даже входят в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С одной из них сейчас вас познакомлю. «Лучше пусть исчезнет село» Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Я очень рад с вами познакомиться и хотел бы узнать, что это за необычный такой стиль пения. Это знаменитое албанское полифоническое пение. Оно возникло очень давно, и традиция передается из поколения в поколение. Важно отметить, что полифоническое пение характерно именно для южных албанцев. Полифоническое пение Албании родилось, когда наши предки уходили работать в горы. Они работали и пели. Сначала пел один человек, а потом его песню подхватывал другой, потом третий. Таким вот образом, благодаря пению, люди общались в горах. Они передавали важную информацию, находили так друг друга, звали на помощь. Самое главное, что давало такое пение – ощущение, что ты не один, что рядом другие люди. То есть, получается, албанское полифоническое пение использовалось как вместо телефона. Люди звали так друг друга. Да, еще таким образом можно показать, что у вас праздник. Например, свадьба. Главное отличие албанского полифонического пения – это обязательное наличие четырех элементов. Четырех голосов. Первый голос задает тему. Второй ставит акценты. Третий голос вибрирует. А четвертый как бы соединяется три воедино. Слушайте, так интересно. Покажите, как это устроено. Давайте начнем с первого. Стоп, пошли. Теперь второй. Вибрирующий. Третий. Давай, давай. Как будто газует автомобиль. А, газ. Окей. Это третий. В унисон. Стоп. Потрясающе. Это очень интересно. Албания поражает уникальными сочетаниями. Здесь в бункере проводят концерты и весело поют о грустном. Здесь идут на самые смелые кулинарные эксперименты. И знают, как соединить человеческие голоса в полифонию. Здесь и сам непременно попытаешься соединить несоединимое. Это я забираю с собой. Окей. Я готов. Как мне нравится в Албании. Все. Лето начали успешно. Будем надеяться, что дальше запланированное все сбудется. Ведь как постелишь, так и поспишь. Как запланируешь, так и проживешь. Я думал, как постелишь, так и пожнешь. Я опять... Это, помнишь, как я как-то цитировал? Все смешалось в доме Аблонских. Люди кони, да? Два разных произведения, две разные факты. Ну, все получилось. Дима любитель, да, смешать несмешиваемое. Это называется фьюжн, понимаешь? А в этом случае это уже литературный фьюжн. Ой, ладно. Пока будем разбираться в тонкостях и эвфемизмах, будем упрощаться. Я хотел сказать, что не забудьте сегодня смешивать взрослое и детское. Вот про это. То есть сахарная вата, например, прекрасно сочетается с красным вином. Это как закусочка. Ладно, не слушайте. А если посыпать сыром? Фу. Все, хорошего вам дня и чудесного начала лета. Утро с вами начинал Дмитрий Спиваков. Таис Розумовская. До завтра. Пока-пока. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин